Покажу очень крутой пример. У меня есть две ипотеки, они в Альфа-банке. У меня сейчас платеж по этим ипотекам 39 500 рублей. Ну, 40 тысяч можно округлить. Остаток долга у меня 5 372 000 рублей. Сейчас у вас просто произойдет взрыв всего. Представьте, что у меня есть 4 миллиона рублей, и у меня возникает, у меня дилемма. Мне гасить ипотеку этими деньгами или инвестировать? Года 3 назад, возможно, выгоднее было гасить ипотеку, там посчитать нужно было. Но сейчас следите за движением рук. Предположим, что я погасила ипотеку. В этом случае у меня останется еще долг, останется еще долг 1 372 000 рублей. Все, 4 миллиона не стало, и еще остался долг, и регулярные платежи еще продолжаются. То есть я еще буду продолжать из своего кармана продолжать эти деньги, эту ипотеку гасить. А если я возьму эти 4 миллиона и вложу их в облигацию федерального займа, это государственные облигации, срок погашения которой в 41 аж году, то есть до 41 года я вкладываю эти деньги, то в этом случае мне эта облигация федерального займа будет давать доходность, она называется сейчас 26238. Я вам даже ее найду на сайте на профинансы.ру, делаю поиск 26238. Так она находится. Вот она, эта облигация. Вот, май 41 года. Я в нее захожу. Ее доходность сейчас 1524. Она мне будет постоянно, регулярно выплачивать купоны. И если сосчитать по калькулятору, сколько купонов она мне будет платить... Кстати, тут было бы неплохо сделать калькулятор облигации, прям сами облигации зашить. Мы это сделаем. Вы сможете ввести там, допустим, сколько денег вы вкладываете, и какие купоны вам будут приносить эта облигация, какую доходность. Мы сделаем вам прям здесь. Но я вам чуть попозже еще покажу калькулятор облигации в другом месте. Смотрите, это вот по моим подсчетам, мне эта облигация федерального займа будет приносить вот примерно 40 тысяч рублей в месяц. 4 миллиона рублей умножаем на 15 процентов. 600 тысяч делим на 12. Даже 50 тысяч рублей она будет мне сейчас приносить. Еще даже денежки немножко будут оставаться. И я могу этими деньгами каждый месяц оплачивать взносы по ипотеке на протяжении 40 лет. Дело в том, что у меня ипотека до 41 года. Каждый год. Каждый месяц я могу оплачивать. Мне раз в полгода будет приходить купон, но я эти деньги там буду размазывать. То есть мне приходят там по 300 тысяч рублей каждые полгода. Но я эти деньги буду там регулярно, из этих денег буду оплачивать ипотеку. А теперь внимание. Я не просто оплачиваю ипотеку. Когда ипотека закончится, эта облигация сейчас стоит 530 рублей. 530 рублей. А гасится она по 1000 рублей. 530 рублей. А гасится она по 1000 рублей. Я вложила... Ребят, просто я сейчас прошу вас ничего не писать. Просто вникните в то, что я сейчас вам говорю. Ничего не пишите. Внимательно слушайте. Если я 4 миллиона рублей вложила по 530. 4 миллиона. Делим по 530. Я купила, получается, 7547 штук облигаций. Если они у меня погасятся в конце по 1000 рублей, умножаем на 1000. У меня в конце ипотеки будет на руках 7 миллионов 547 тысяч рублей. Я на протяжении всего времени ни капельки своих денег не вкладывала в оплату ипотеки. Вся ипотека полностью гасилась за счет пассивного дохода. А в конце срока ипотеки я забираю еще сверху 7,5 миллионов рублей. Если бы я просто сейчас взяла бы и вложила эти 4 миллиона рублей в погашение ипотеки, то я бы даже свой долг не закрыла. Я бы дальше продолжала ее оплачивать. А когда ипотека бы закончилась, я бы осталась с нулем. А здесь сейчас происходит вот такая вот ситуация. В конце ипотеки любая облигация в конце гасится по 1000 рублей. Я упала в обморок. Гениально. Ребят, вот такие вот стратегии можно создавать, исходя из вашего просто понимания того, куда и как сейчас выгодно вкладывать деньги. Вот таким вот образом, ребят. И именно таким образом работают ипотека, работают облигации. Именно такие стратегии мы на методе с моими студентами и разрабатываем. Как я в условиях, вот спрашивают, надежно, но как бы не кинули. Это облигация федерального займа. Это наш госдолг. Если государство по госдолгу не рассчитается, то все ваши ипотеки развалятся, вся финансовая система развалится. Рубль уже не будет тем рублем. Поэтому можете не переживать. У вас как бы один инструмент поддерживает другой. Ваши ОФЗшечка, в которой у вас лежат деньги, поддерживают вашу ипотеку. Да, это шок, ребятушки. Это шок. Вот такая вот история, господа, товарищи. Ипотека закрывается за вас, а в конце у вас еще 7,5 рублей на руках. А могли бы 4 миллиона рублей сразу в банк отнести. Ипотеку закрыть. С долгами рассчитаться. Вот такая вот история, ребятушки. А теперь внимание. Как сосчитать, сколько мне регулярно будет приносить облигация? На сайте профинансы.ру. У всех оформлена подписка на профинансы.ру. Я вам вчера давала возможность за 1 рубль тестовый период себе подключить на неделю. Давайте я вам сейчас тоже дам такую возможность. Тестовый период на 1 неделю вы можете себе подключить, а дальше у вас будет списываться, если вы не отмените подписку, ежемесячный платеж. Смотрите, заходим в раздел инвестиций. Про финансы.ру. Раздел инвестиций. И здесь есть классная вещь. Называется пассивный доход. Вообще бы я называла калькулятор пассивного дохода. И здесь вы можете... У меня чистится этот калькулятор. И я вам покажу, как им пользоваться. Вообще, если вы не понимаете, как чем-то пользоваться, здесь всегда есть какие-то кнопочки, которые вам объясняют, как пользоваться той или иной функцией на сайте профинансы.ру. Модераторы, давайте, пожалуйста, выложим подписку профинансы.ру за 1 рубль на неделю. Вот здесь указано, как это работает. Так, калькулятор, пассивный доход. Смотрите, я нажимаю «Добавить», облигацию, вот я которую выбрала, 26,238. 26,238. Выбираю «Добавить». Теперь мне нужно сосчитать, сколько штучек я покупаю. На 4 миллиона, сейчас она стоит 4 миллиона, сейчас она стоит 530, но где-то 7,5 тысяч облигаций я могу купить. 7,5 тысяч, да господи, 7,7 тысяч пятьсот. Ага. Вот, пожалуйста. Среднемесячно она мне будет приносить 44 тысячи рублей. Среднемесячно, средний ежемесячный доход. 44 тысячи рублей. Этот калькулятор вам считает, когда вам будут приходить доходности и сколько. Дело в том, что когда вы выбираете облигации, если вы выбираете именно из расчета своего регулярного ежемесячного дохода, то в этом случае вам необходимо именно таким образом и поступать. Вам необходимо просто брать, добавлять в этот калькулятор, который мы на ProFinance.ru вам сделали, на этот калькулятор вам нужно добавлять ваши облигации, которые вы выбрали, подставлять количество облигаций, которые вы хотите купить. И вот, пожалуйста, у вас здесь будут подсчитываться, когда будут приходить купоны, в какой месяц и какая это будет сумма. Очень удобно.